Вместо микрофона и камеры лопаты и валенки сотрудники телеканала Самары ГИС сменили главное орудие журналиста на рабочие инструменты дворника. Частные коммунальщики почистили снег вокруг дома, где находятся наши редакции. Вот только про эту дорогу, кажется, забыли. От такой нерасторопности страдают не только автомобилисты, но и обычные пешеходы. Я не видела, честно так сказать, я не видела. Вот они даже вот этот вот переход, вот эта вот проезжую часть туда, как она называется, шиномонтажа, да, они даже ни разу не прошли по ней. Все так и машина буграми ходит. И вот здесь вот переход от этого асфальта туда к дороге, тоже вот такой промежуток оставили грязный весь. И ходим ноги там трем. Ну как, ну вот раз проехали, видели, за всю зиму. Ты скажи вот про это. Это вообще ничего не чистили, не подъехать, ничего. Пролею вообще ничего там нет. Ну негде гулять. Вот гуляю здесь только на дорожке и все. В ужасном положении, солнышко мое, в ужасном положении. Не убирает что ли, вот так вот. Сейчас я стала выходить, облили меня, понимаешь ли. Представители управляющей компании по достоинству оценили наш энтузиазм, но на помощь не спешат. Говорят, это не их зона ответственности. Участок благоустройства работает ежедневно, ежедневно, фактически круглосуточно, без выходных. Когда стихийное бедствие происходит, естественно, немножко не успевают. Подождите, дорога, дорога, это уже не наша. Вы сначала вот посмотрите схему закрепленной территории. Как нам пояснили в районной администрации, эта территория все-таки закреплена за управляющей компанией коммунальник. Как бы они от нее не отрекались. А пока в нашем дворе машина – это скорее роскошь, а не средство передвижения. Ничего, ничего. У нас зимой дороги такие и погода такая, что уже ездовые академики встречаются. Валерия Квасневская, Станислав Левин. События.